Доброе утро! Мы вышли гулять. Я редко это делаю, но вот сегодня вышли. Захотелось с утра что-то пройтись, проснуться. Здесь, как обычно, на нас лают, возмущаются, потому что мимо уже прошел Джон, поэтому лай такой. Сегодня по планам хочу постряпать Былыш, национальное татарское блюдо. Не знаю, как получится. Привет, скажи, Алмаз. Да? Знакомимся. Мы знакомы уже? Ну все, пошли гулять. Пошли. Все, вон наши ходят. Сейчас меня будут красить корни. Коля будет красить мне корни волос. Красочку смешаем и начнем. Я вот так вот намазалась кремом, потому что Коля хоть и красит аккуратно, но все равно нет-нет, иногда бывает. А так, когда кремом сильно-сильно намажешь, а потом на коже не остаются следы от краски. У нас что, только корни? У нас только корни. Мы начинаем. А я буду сводок пока смотреть. Вы меня смущаете, девушка. Выключите камеру. Вы смущаетесь. Никогда не красьте женщину, тем более жену, потому что это потом вас. Вот какой чулочек мой. Потом это навсегда. Она не будет ходить в парикмахерскую, будет тебя заставлять. Ну вот, а зачем ходить в парикмахерскую за корней, да? Отдавать там полторы-две тысячи, если, блин, корни может и можешь покрасить. Поэтому я экономую. Пока я крашусь, рыжий всегда вот так вот тут вот трется. Прям вам надо обязательно здесь участвовать во всем процессе, так сказать. Я уже красотка. Холя красит сегодня без перчаток. Перчатки мы забыли взять. А краска уже вскрытая была просто. Половину я уже в прошлом месяце на корни истратила, и половину вот осталось. Поэтому без перчаток наносит. Ему не нравится, когда у него руки потом типа покрашены. Я готова покрашена. Все, 40 минут ждем и смываем. Посмотрим, как прокрасилось. И да, у нас еще не заправлена постель до сих пор. А у нас снова прогулка. Сейчас покажу. Вот моя покраска. Корышки, колышончики мои. Прокрашены. Мой парикмахер, мой колорист, да? Те, кто украсят колористы, по-моему. Сработал, как обычно, на отлично. Осталось подстричь только кончики, которые посеченные. Мало посеченных, но они истонченные и запутываются сильно. Сейчас погуляем. Гуляем и поедем в магазин покупать все на блэш. Я еще мусор воношу. Вообще погода сегодня кайф. В каком смысле кайф? В том, что как бы прохладно. Я вот одета так, замурована. Но при этом пахнет морозцом, снежком, зимой. А мне после Кубани это давно забытое уже чувство. Так прикольно вообще. Так классно. Поэтому я сегодня аж два раза с собаками гуляю. Кайфую. Вашон, Вашон. О, ветрено как. А где вход у него? Не помнишь? Вход. Вход. А, вон он. Е. Пошли в Ашон. А мы все купили. Только единственно вот этот изюм. У меня закончился изюм. Курага есть, а изюм есть. Но он выглядит так вообще печально. Что я прям даже и не знаю, честно говоря. Надо посмотрим, что будет. Потом покажу, что купила. Мы первый раз купили кимчи. Доль ким почему-то он называется. Чипсы нори. Сейчас будем пробовать. Помоги мне их скрыть. У тебя одна рука спокойная, нет? Потяни. Ты за что тянешь? Дай. Ты не за то тянешь. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Короче, откроем. Вот так они выглядят. Сейчас будем дегустировать. Ну-ка, возьми одну, попробуй и скажи, что это. И как тебе? Такое ощущение, что я рыбу съел целую целиком. Не понимаю, что это. Это морская капуста засушенная. Листы морская капуста. Морская капуста. Морская капуста. Что только не придумают до травы. Люди, не смотрите ТикТок. Как будто рыбу ешь. Рыбу сусолную ешь. Да, да, да. Но при этом это достаточно вкусненько, да? Солененько. Ммм. Это просто я ТикТок смотрю. И там девчонка русская живет в Корее. В Южной Корее. И она вот обожает вот эти вот листы. Есть с рисом. Она берет прям рис палочкой. Прилепляет к этим листам. Листы прикрепляются к рису. И она так в рот вкусно раз берет и так хрустит. Я сегодня посмотрела, мне так захотелось. Но мне нравится. Прикольно. Так, ну, мы вернулись. Что купили? Форму купила для Балыша. Чтобы склончики вот эти ашановские с вишней очень вкусные. Дальше хлебушек нарезной. Дальше яички. Какие-то новые. А, нет, мы брали такое всего зеленое. Дальше. Зеленое или соленое? Зеленое. Маргарин для Балыша. Масло для него же. Ну и не только для него. Изюм, который я вам показывала еще там на кассе. Потом, как обычно, нарезочку на бутербродики. Такую колбаску. Сырок. И куриный рулет. Мне нравится. Это сейчас будем чай пить. Дальше купила кефир на стрипню. Взяла ашановский. Потом у меня закончилась сода. Я ее много где использую. Зелень укропа. Такие вот сливовидные желтые помидорки. У нас изюм. Ой, у нас курага. А там должна быть курага, изюм, чернослив вообще по рецепту. Вот курагу добавлю. Рис для балыша. И завтра еще будет плов. Масло для плова. И куриную грудку для плова. Я плов делаю на курице. Я люблю больше на курице. Все. А, нет. Еще чеснок. Взяла сухой. Не пошла искать. Взяла такой. Все это на тысячу рублей. Сейчас буду поить мужа чаем. Отправлять на работу. И готовить балыш. Вот уже рецепт тут у меня лежит. Вот он ждет меня. Ну я начинаю готовить балыш. Это национальное татарское блюдо. Которое мама у нас. Мама у меня татарка чистокровная. Она кормит и кормила у нас с детства этим блюдом. Сейчас правда режу все. Но все равно. Очень вкусное блюдо. Я наполовину татарка по маминой стороне. По маминой линии. Так сказать. И наверное поэтому я люблю это блюдо. Но оно правда вкусное. Я советую всем попробовать. Хороший из него. Здесь я приготовила начинку. Начинка состоит из риса. Который я сварила до полуготовности. Сухофрукты. У меня здесь изюм и курага. Я их предварительно замочила. Потом когда они разбухли. Курагу нарезала. Обсушила все их. Обваляла в муке и добавила сюда. Сюда же добавила чуть-чуть соли. И сахар по вкусу. Ну тут где-то две столовых ложки наверное. Это начинка. Она готова у нас. Она ждет своего часа. Здесь мы сейчас будем замешивать тесто. Оно состоит из стакана сахара. Стакана кефира. Щепотки соли. Соды. Чайная ложка гашеную в кефире буду гасить. Пачки маргарина. Надо вообще 200-250 грамм масла или маргарина. Здесь 200 грамм маргарина. На маргарине мама говорит лучше получается. Маргарин пачка. Чуть-чуть размягченный. Потому что его сейчас рукой надо будет ломать. Масло для... Мы будем на дно формы масла... Положим на дно формы масла и наверх под крышечку. Я вам покажу. Три яичка и мука. Начинаем с чего? Берем где-то 300 грамм муки. Насыпаем в чашечку. И разминаем пачку маргарина вместе с мукой. Я решила с весами не заморачиваться. Насыпала вот столечко. Одну четвертую мисочку. Сейчас разомну там маргарин. И дальше буду смотреть по консистенции уже. Такая крошка получилась. Берете немного муки и переминаете маргарин. Пачку маргарина. Теперь добавляем стакан сахара, стакан кефира, щепотку соли. Соду гасим в кефире. И три яйца. Все это перемешиваем и добавляем муку до состояния пластичного теста. Они когда-нибудь эту соду придумают, чтобы она нормально у них открывалась. Главное, страницу в инстаграм они сделали. А как открывалась по-дебильному, ковка так и открывается по-дебильному. И как вот тебя теперь хранить? Тут должен быть клапан типа быть. Как это вообще? Кошмар! Ладно, я продолжаю. Вот столько теста получилось. Теста взяло много, достаточно муки. Наверное, с полкило-то взяло. Сейчас мы в форму. Я ее присыплю чуть-чуть мукой. Чтоб не прилипало. И как пирог начну выкладывать тесто. Так вот получилось у меня. Я его не раскатываю. Я его руками кусок ложу и выдавливаю. А вот это вот подтеки, это я руки водой мочу. Чтобы тесто не прилипало к рукам. Так вот разровняла по форме. Форма нитка невысокая. Сейчас это все заполняю начинкой и закрываю глухой крышкой. А, сначала сюда маслице ложу. Несколько кусочков нанесу. Потом начинку. Потом снова маслице. И уже потом крышку. Все готово. Закрывать крышкой. Тесто у меня получилось больше. Примерно на два балыша. А начинки получилось только на один. Потом сегодня буду один делать. Завтра второй. Закрываем крышкой. Так вот пирожок у меня получился. Здесь вообще надо было защипывать как бы веревочкой. Но так как у меня тесто такое липкое. Я сделала просто пупырышки такие. От этого вкус не изменится. Сейчас вставлю в духовку на 180 градусов. Примерно на 40 минут. Но буду смотреть по готовности. Внутри считаете почти готовая начинка. Главное, чтобы пропекся нижний слой теста. Все, балыш готов. Пипки чуть-чуть у меня поджарились сильнее. Я его смазала чуть-чуть маслицем. Все, он сейчас остынет. И потом я его буду кушать. Разрез и покажу вам заодно. Ну вот он балыш готовый уже. Я отрезала кусочек. Вот тесто с боков. Ну как форму. Мама бы делала потоньше. У меня получается такой толстенький. Вот такие толстенькие стеночки у меня получаются. У мамы у моей получается потоньше. Но у меня как получается, так и получается. Зато очень вкусно. Я вот сейчас дождусь. Он чуть-чуть остынет. Я буду его с удовольствием кушать. Даже несмотря на то, что уже на дворе почти полдесятого. Былыш достоин того, чтобы его съесть в любое время. Ну а с вами попрощаюсь. Попью чай с балышом и умоюсь и буду ложиться спать. Как раз часиков десять хочу лечь. Все, всем спасибо за просмотр. Жду вас завтра. И всем пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok